Я приветствую подписчиков и зрителей канала, с вами Бадди. Мы доехали до цели, которые стремились в прошлой серии, и с этого и начнем. Был рабом с рождения. Но разве тебе там не будут рады? А тебе были бы рады в Париже? Тоже верно. В мире нет места, где рада людям с таким цветом кожи. Эта страна, вот мой шанс. Страна по имени Галка, где все знают всех по именам, и мы трудимся вместе. Не из дружбы, возможно, но ради своей страны. Пожалуй, я понимаю. Тогда вперед. Ради граждан нашей Галки. Так. Сломите оборону форта. А, ну мы этим уже занимались. Они меня учат теперь форты захватывать. Вообще, я вам должен сказать, что я в большинстве случаев опережаю события. То есть я своим исследованием, сплорингом, выясняю вещи, которые мне по сюжету объясняют намного позже. Так, ну я думаю, мы их нормально завесим. О, еще корабль. На таран! О, это я что-то поторопился. Так, ждем приказа, да? Про корабль-то я не подумал. Мортирами стреляют, по-моему. Так, тогда нужно сейчас с кораблем разбираться. Мортиры! Да что ж такую кнопку заедает? По-моему, промахнулся, нет? Еще разок. А я понял, что нам стреляют. Так, что-то ребята нормально мной занялись. Давайте их флот-мортирами тоже форт зафигачим. Зафигачим. Я еще и косой оказываюсь. Так, минус одна башня. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Мортиры подвез себя под монастырь, можно сказать. Так. Ты меня достал, братюня. На дарон ходит. Ты что такой бык? Так. Я все-таки предлагаю сначала фортом заняться. Не-не-не, давай-давай по полной. Прям в красную точку еду. Я вам скажу, что я неискушенный. Все-таки морской боец. Так, корабль. Призрак. Все, отхватил мы. Так, пошли этим сначала займемся. Потом пойдем на бордош. Ну все, падла, вы напросились. Вы напросились. Подходящая дистанция. Хорошо. Один заход и все. Берем их тепленькими. Все, отлично. Я уже несколько захватывал. В принципе, несложно, если корабль не мешает. Пора кончать. А что делать теперь? Пора, говорит, кончать. Я не против? Только где корабль? Корабль-то не уплывет. Так, давайте, наверное, все-таки кораблем сначала займемся. Боюсь, что он от меня уйдет. Займемся кораблем. Потом уже пойдем на форт. Мы, в принципе, с вами один форт брали. Там стандартная процедура. Убить генерала или там главного вояку. И забежать, замочить начальника. Так, корабль, я так понимаю, не больше того, что мы захватывали с вами в конце прошлой серии. Но нервы они мне все равно помотали. Так, что нужно будет сделать? 10 человек убить. Давайте пробовать. Так, не вижу ни одного, правда. Семи рук уже завалили. Так, меня качает, я ничего не вижу. Люди, вы где? Ладно. Остальных захватим так. Команду просто не хочется терять. Так, где, 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 кто где? Одного сделали. Еще двоих. Красиво. Все, сдаетесь. Удачно все закончилось. Ну, в принципе, это не самый сложный бой, который я встречал. Ну, довольно муторно. Так. Починим, починим галку давайте. Флоту Кэну я не очень много внимания уделяю. По мною ранее обозначенным уже причинам. Поэтому за счет их просто починим корабль. Так. Дают ачивку за абордаж, как будто я раньше этим не занимался. Наверное, какой-то был образцово-показательный абордаж. Или, наверное, где-нибудь там сделайте 10 абордажей. За это получите 30 очков. Вообще, было бы классно, если бы это было как с Uplay, да? То есть, Uplay, заработанные тобой очки, можно потратить на какие-то плюшки. Было бы классно, если бы на Xbox 360 те очки, которые ты зарабатываешь, можно было так же на что-то потратить. То есть, у меня их около там уже 40 тысяч. Там, допустим, одна игра бы стоила там, ну, пускай даже 10 тысяч, да, этих очков. Все, все приятно. Атака это просто такой показатель, знаете, опыта, что ли, игрока. Количество очков ими выбитое. Не больше, больше они никакую ценность не представляют. Так, только помериться пиписьками с другими игроками. Так, ну, в прошлый раз, помните, когда я самый первый форт брал, я отчаянно со всеми дрался. Сейчас же я уже удручен опытом. Знаю, что нужно просто добежать до ключевых целей и не париться. Так, что там шмаляют-то, божество-то. Так, ну выбеги с подарка, я тебя убью. Так, ты куда убежал-то? Ты что такой трусишка, зайка серенький? Под елочкой скакал. Неси, я тебе не больно убью. Где ты? Вижу. У меня тоже есть пистолет, видишь ты какой модный нашел, целится в меня. Ты что, какой-то проскиллованный парниша? Не мешай моему пирату убивать тебя. Все. Теперь нужно добраться до точки и убить еще одного гаврика. Мне их так жалко всегда. Ваше превосходительство. Ладно, здесь все по-серьезки. Мне сообщили, что вы здесь. Лицо твое я знаю, но имя у тебя было чужое. Ах да, помню. Некий Дункан Уолпл. Кажется так. Итак, что же здесь делает великий магистр тамплиеров? Я лучше промолчу. Ну да, а я лучше не стану отрезать вам губы. Два года назад мы объявили награду за поимку мудреца. И, наконец, его нашли. Это золото-плата. Кто его нашел? Работорговец Лауренс Принц живет в Кингстоне. Славная история, Торос. Ей нужен хороший финал. Но вы разыграете его с нами. То есть вы и ваше золото. Да завалил бы его и все. Че-то меньше проблем ассасинам. Еще один форт захвачен, да? Ну это сюжетный форт, поэтому особо радоваться этому не стоит. Все, отлично. Не убил я офицера на бегу. Но я, как уже говорил, я не читаю эти задания. Не особо обращаю на них внимание. Так, как я не люблю, когда столько маркеров на карте. Честно, пионерская. Ой, сколько здесь всего. Рыбы плюс сундуки. Ладно. Не суть важна. Нам, я так понимаю, теперь в Кингстон. Да, один из крупных городов, о которых я говорил, я не синхронизировал. Давайте, наверное, в принципе, этим и займемся. На Тартугу съездим попозже. Тут, кстати, два корабля ее охраняют. Ну, тут ценность, только склад. Ну, мы с вами этим уже занимались. Вы это видели в сериях, поэтому там ничего нового. Обрезать колокольчики, завалить людей, найти ключ и ограбить склад. Так, ну а для того, чтобы сюда быстрее переместиться, да? И не отвлекаться на все остальное. А пойдемте на кита поохотимся. Я прям хочу. А это белая кула. Ну, кит где-то здесь был в этой же области. Мне прям хочется на кита поохотиться, потому что я охотился на белого кита. Он был очень здоровый. А тут горбатый. Мне кажется, он будет довольно-таки ощутимо привлекательный. Именно в принципе геймплея охоты. Давайте сюда переместимся. Будет быстрее доехать до Кингстона. И отправимся в Кингстон. Как я понимаю, большой город, который будет требовать, опять же, синхронизации точек большого количества сундуков, артефактов, контрактов на убийство. И сопутствующий все тому, что сопутствует синхронизация любого города. Так, я хотел скоротить. Да, я заметил. Я не хочу ступать в бой число. Хочется поехать в Кингстон. Мы с вами еще повоюем, поэтому... Те, кто расстраиваются, не расстраивайтесь. Давайте их попробуем объехать. Это бригги, с ними будет довольно тяжело. Блин, прям под их орудия. Поехали. Поэтому мы просто уезжаем. Ой, коршуны. Ладно, пофигу, на все валим. Спасаемся, побегаем. Чужой. Тем более, что сражаться придется явно не с одним кораблем. Как минимум с тремя-четырьмя, вон они все на меня напали. Я не вывезу сто процентов. Да, тут даже вопрос не в том, вывезу или не вывезу, а просто не хочется. Слушай, да отстаньте, вы что, не видите, я уезжаю? Глупники вы. Испанские. Ладно, мы потихоньку движемся. Да что ж ты будешь делать? Давайте пытаться уехать отсюда. Все, отстали, нет? Один остался. Самый насторный, отлично. Так, путь у нас лежит в Кингстон. Тоже знакомое название. Города. Пойдем сейчас по сюжетным веткам. То есть хочется уже маленько посмотреть за развитием событий. Наш герой, тем более, это тот еще упырь. Жадный до наживы. Да и просто чем разовьется борьба ассасинов-тамплиеров. А то мы все что-то ездим, только ездим. Я, по крайней мере. Так, где у вас тут бухта-то? Да, там, кстати, у меня еще и контракт на убийство, нет? Или это просто маркеры так немножко слились в едином порыве? Ох, кит! Сколько раз я говорил эту фразу уже, но здесь походиться на него нельзя. Ну, вот такого я бы завалил. Так. Ну, такой, вроде крупный город отсюда. Переместиться сюда обязательно. Сейчас будет наш дружище разведывать какую-то хитрую мошенническую комбинацию с этим водоботторговцем, выманивать его. Ну, в любом случае, в конце надо всех завалить. Как бы это ни было печально. Ну, да, так, одноэтажные города. Ну, удивительно, да, на Харибском бассейне в то время ждать многоэтажности от домов. Таверны, точки, куча всего. И у нас, кстати, есть карты с привязкой. К этому городу. Ой, сколько тут всего. Работает непочатый край. Давайте начнем с того, что... Кстати, склад можно еще ограбить. Давайте... Даже два. Давайте начнем с того, что... Поможем вот этим пиратам. Синхронизируем близлежащую точку. И пойдем по заданию. А там же... Как судьба ляжет. Побегаем. Будем синхронизировать то, что будет мимо пробегаться по заданиям. А уже между сериями я и город синхронизирую. Выбирай суд или ближайший фонарь. Все. Вот что я думаю о твоих приказах, мразь. Огнестрел помогает быстрее от них избавиться. Благодарю. Теперь я ваш капитану. Не надо от этих громких фраз. Я, наверное, сделаю серию синхронизации Кингстона, а также без комментариев. Ну, кому понравится, понравится, не понравится, не серчайте. Это сделано для тех, может быть, там пяти человек, кому это интересно. Так, давайте точку синхронизируем. Так, что у нас здесь? Еще пираты. Причем закрытая зона. Давайте возьмем дымовые гранаты. Помогает дезориентировать несколько врагов сразу. Освободить опиратов, не выдавая себя. Так и сделаем, то бы сначала синхронизируемся. И потом уже из того гасена будем планировать эту тайную операцию под кодовым названием не выдавая себя. Дружище, ну что ты не залазишь? Что у тебя? Не как у Человека-паука? Не такие липкие руки? Залазим? Что, стесняемся? Так, синхронизация-то ниже, да? Далеко пополз. Мне так нравится с таких высоких точек смотреть по округе. Хорошая дальность прорисовки, да? И горизонты выполнены так. Весьма-весьма красотища. Очень много деревьев в городе. Свежий воздух. Церковь, вон, вижу, впереди. Так, сток сена. Давайте в него и направимся. Так, пираты. Вижу. Понял. Нужно завалить очень быстро за этих двух человек. Тогда все будет как по маслу. Вообще, я должен сказать, что ребята здесь очень и очень в шары долбящиеся. То есть, они могут не видеть меня стоящего не перед ними, а то есть в двух шагах от себя сбоку. Я могу встать, и они не обратят на это внимание. Так, ну я выполнил миссию, нет? Что, я труп уведил? Что я полез в драку, сам не знаю. Может, просто мне хочется помахать клинками? Ну давай, теперь ты. Ну вот как-то так мы и зачистили эту территорию. Так. Боеприпасами никто не богат? К сожалению, нет. Давайте посмотрим, что у нас тут в округе открылось. Пару артефактов. Пару бабуинов. Кстати, ассасинская какая-то вещь. Тоже нужно будет посмотреть. Это что? Переместиться куда-то очень быстро. Понимаете, по сюжетному заданию посвятим эту серию ему. Это наш дружище. Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца, вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенуэ, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кид. Кид? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудрецу. Так. Да. И принц ведет нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. Так, делаем как она, и все нормально. У нее-то отсчет явно не идет. У нее-то просчитано, она знает, куда они пойдут, поэтому делаем просто как она. делай, как трансвистит. Так называется эта миссия. Так, о чем базар? Так, было двое, стало трое. Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Роберса в ноябре 1715 года. Что мне нравится это, в кооперативе играть? Она знает, что они будут делать. Кстати, замутить в Ассасине кооператив. Неужели у Юбисофт еще не было такой идеи? Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. А, я не знал об этом. Всегда ты так, да, Кенлэй? Суешь нос в дела, не разобравшись. Я уже нервничаю, Кит. Держи клинок в ножнах. Кин, что немного цепь в силу. Англичане, наконец, решили обращаться и обращаться и обращаться. И не одну нельзя убить. Тихо, Джим. Пройди. Спокойно. Кожа упаси, Торрес. Такие глупцы. Глупцов здесь нет. Глупцов? Почему? Брать в рабство, брата, поверить в грех. Кто побежал-то? Слышь, цель я не ту. Ты куда пошла-то? Вот тваря. Так было удобно. Так, а здесь уже опасно. Глупцов. Ты глупец, глядь. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Ты куда пошел? Ты куда пошел? заслуживает уважения не подумайте только будто я верю в природное равенство всех людей править должно тем кому бог дал талант и ум но рабство неразумно но не принесет хорошего дохода конечно но приносит доход здесь и сейчас но позже мы станем жертвами своего же успеха так ну вроде пока получается я молчу потому что среды доточен чтоб не доделать ерунды а где мой друг билета и подруга ради спасения души душа к чему нам тратить весь день на беседы о рабах и жалкой судьбе давайте завершим сделку и отпразднуем как друзья блин ну надо успеть пробежать я многое слышал о вас сеньор вы ведь были губернатором флориды быстрее почти вся наша семья на службе короля и государства потомственные политики я тоже подумывал поддаться политику но у меня слишком много денег будто вы были с генри морганом в день когда он грабил панаму семьдесят первом кажется да было дело но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат так мы будем помаленьку подвели я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом я стал торговцем вот он путь к богатству я предпочитаю покупать билли ты тут я они добывать ее с помощью оружия дальше то что завалить их надо не должно быть мы близко да совсем мы должны быть на равных условиях я доверяю тамплиерам не больше чем вы мне знал бы что вы такая кокетка принес бы вам букет цветов и почему я соглашаюсь ради денег пожалуй больших денег вы сказали что пришли один по моему нас заметили они нашли но точно без товарищей вы я взял билет на английский торговый брик ну все нормально ну пара нет дождемся мудреца здесь тихое место покажите деньги это лишь часть выкупа остальное рядом как-то неприятно продавать человека своей же расы господин торрес скажите чем этот робертс вам так насолил это что проявление протестантского благочестия может в другой раз что другой раз обойдитесь без слежки разберитесь внимательный старт старый пердун ночью война вдвоем и говорится война война и обед по расписанию так ну теперь дело техники так блин зачем ты выбираешь что так лучше течу завалили что за идиотизм ну маленькая глюканула игра действовать вместе что не всем мешают мне они с ним заодно где ты там постой я все прощу ну может где-нибудь на землю то пойдешь как я его ловко поймал то я не позволю тебе убить их кид мне нужен мудрец я неделю слежу за этой свиньей и вдруг две цели вместо одной а ты лишаешь меня обеих не суетись убить успеешь я найду мудреца ты поможешь мне взять принца понял но и какой-то мужик видно же даже суждается как женщина истеричка так ну все давайте дальше так схватить и ограбьте посыльного где он не вижу вижу его нужно ловко подкараулить чтобы не бегать за но как я уже не раз говорю у них глаза на жопе чуть-чуть только стоит появиться и все сразу начинает бежать как сейчас куда бежим-то ладно пока я валю ловлю посыльно давайте на этом эту серию закончим следующая серия скорее всего будет синхронизация кингстона я его весь попробую синхронизировать покажу это опять же без комментариев ну и дальше пойдем уже по сюжету с вами был они были плэ надеюсь вам понравилось ставьте комментарии подписывайтесь ставьте лайки все пока пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok